На выборах 2016 в Нижнекамске впервые проголосует более двух тысяч граждан России. Новичков, кроме собственно значимого события, ждут и приятные сюрпризы. Например, билеты в кино или развлекательные центры города. Впрочем, для тех, кто в выборах участвует не первый раз, готовят много интересного. Концертные программы, торговля на каждом избирательном участке. Всего их в Нижнекамске 81, в районе 33. Их адрес вы сможете найти на сайте НМР. В школе 15 будут работать два избирательных участка. Контингент избирателей в основном пожилой. Так что немало заявок на голосование на дому. Около ста уже есть. Сегодня сюда привезли бюллетени и пересчитали. Весь процесс под пристальным наблюдением полицейского. Осталось собрать урны для голосования и к выборам готовы. Сходя из опыта, я переживаю только за погоду. То есть те люди, которые соберутся уехать на дачный участок, лишь бы они сначала проголосовали, потом поехали или наоборот. И последний момент, за что я беспокоюсь, это значит все-таки у нас сейчас немножко изменения в законодательстве. Кое-какие есть. Это у нас немножко полномочия другие. Если мы раньше могли при нарушении в зале голосования или еще что-нибудь принимать меры экстренно сами, то сейчас это все делается через суд. И вот именно организация этого процесса. Но я все-таки надеюсь, что такого не будет. И предыдущие выборы показывали, что у нас все было нормально. На 1 января в Нижнекамске зарегистрировано более 173 тысяч избирателей. И судя по всему, большинство собирается выполнить свой гражданский долг. Обязательно пойдем. Обязательно. Выборы есть, выборы. Надо сходить. Я всегда ходила и буду ходить. Может, конечно, мой голос много не значит, но для меня лично это наша гражданская позиция. Мой долг, моя обязанность в конце концов. Я обязательно пойду. Просто долг как обязанность, поэтому должен пойти и скажу. Сказать честно, я не понял, что поменяется. Ну, конечно, надеемся. Выборы пройдут по смешанной системе. Из 450 депутатов 225 будут избраны по единому федеральному округу. А еще 225 по одномандатным округам. Последний раз такая система применялась на выборах 13 лет назад. 18 сентября избирательные участки начнут работать в 7 утра и закроются в 8 вечера. Те, кто будет отсутствовать в день выборов в городе, могут проголосовать по открепительному удостоверению. Его можно получить до 17 сентября на своем избирательном участке, написав заявление. Проголосовать по открепительному удостоверению можно будет не только на территории России, но и за границей. Получить этот документ можно в пятницу с 8 утра до 16 вечера и в субботу с 8 утра до 2 часов дня. Не забудьте с собой паспорт. Яна Чпахина, Максим Лепин, Новости НТР.